Ключи вопросы не успела ответить по шансе, еще раз мы продолжим. Итак, на чем маски имеются? А, на питание. Ну, в общем, я все рассказала, давайте дальше. I love your feet. Линда, я не Линда, я все. Пай, пай, пай. О, привет, моя хорошая. Отлично, Владимир, как твои дела? Совсем пропал, как твои дела? Как ее здоровье? Я знаю, что шум на врачике. Шумит этот... Алкоголь. Вытяжка. Виколь, участвую в марафоне, на какой алкоголь нельзя употреблять? Абсолютно никакой алкоголь во время эфира, во время марафона нельзя употреблять. Была в отношениях, парень резко пропал, потом сказал, женился, и все закончено. Как отпустить, простить, забыть, не ждать, не пытаться, узнать, почему так поступил? Ну, возможно же, была какая-то причина проанализировать отношения, что из-за чего, после чего, в какой момент, как он отреагировал, как вы себя вели в этот момент. Все возможно узнать, если вы будете немножечко, чуточку внимательны к своим прошлым действиям. Просто так мужчины не уходят, поверьте, просто так они не исчезают. Это вот как раз таки вопрос в том, когда мужчина молчит, держит к себе и боится признаться в каких-то своих недовольствах по отношению к женщине. И потом они молча уходят, либо изменяют, либо исчезают и так далее. Просто из-за того, что он боялся вас обидеть, он боялся вам сделать больно, он не знал, как это выразить в словах, поэтому он сбежал, как под мой труд, и все. Но, к сожалению, вот такая аксиома бывает. Была в отношениях, а, так, 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 не видно и очень шумно. Почему не видно? You have so beautiful feet, please show us, you are my feet queen. I not your queen, I queen only is my husband. Sorry, bye. И, Куля, как ухаживаешь за волосами, может, посредишь какой-нибудь уход, очень хочется высоты. Я вот как раз таки чуть позже выставлю в сторис, вчера сделала ламинирование и тонирование одновременно у мамы. У нее новая косметика уходовая, за волосами следит моя мама, иначе они уже были бы как солома от милирования, от окрашивания, они на постоянные, если мне нужны какие-то маски и так далее, всем этим занимается она. Вот, напишите в Master Style by Tori, она мастер, она вам посоветует, как ухаживать за волосами, какие масочки делать и так далее. Почему не видно, блин? Пиксели, что с эфиром? Почему? Что с моим эфиром? В смысле пиксели, квадратиками все? Черный экран? Значит, я буду перезахозить, раз черный экран. Сейчас перезайду. Почему черный экран? До сих пор черный экран? Все хорошо видно. Вот, блин. Почему-то у кого-то черный экран, у кого-то все видно. Что тут прикол? Все видно, все видно. Их перезайти надо. Хорошо все. Вы через один, у кого-то черный экран, у кого-то все видно. Возможно... Так, аккуратненько. Возможно, у вас что-то с этим... С интернетом попробуйте вы перезайти. Да, это им нужно перезайти, чтобы мне был черный экран. Все нормально. Так, ребяточки, перезаходим. И заходим. Сейчас... Короче, вот так вот делать маникюр. Делать эфир. Очень удобно. Расскажите про тату корона. А что именно рассказать? Мне нравятся какие-то символы, значки, там, я не знаю, фламинго, корона, трикветр и так далее. И то, что мне нравится... Пальма, вот видите, меня от пальмы. И все, что мне нравится, я либо покупаю, а либо набиваю татуировку. У меня есть цепочки короны, татуировки короны, допустим, цепочка пальмы, татуировка пальмы. Ну, просто мне какой-то внутренний комфорт. Это не может мешать своим эфирам работать. Надеюсь, что нет. Тоже был черный экран. Задитесь заново, да, заново зайдитесь. Какой-то на алкополь. У меня есть в актуальных, под названием косметика, там, вот, я рассказываю, какой-то стационалкой пользуюсь. Тупик, потому что сердечки отправляют, простите, не отправляйте. Не отправляйте сердечком. Что означает тату корона? Любовь. Ну, у каждого значение свое. При набивании татуировки, с чем не ассоциируется, то значение я придавала. Вот, это любовь к себе, уверенность в себе, умение добиваться целей, знание того, чего ты хочешь, и корону. Потому что я королева. Для себя я королева. Раньше сколько было у меня в эфире, сейчас 165 видео. Настоящего дела. Вика, мало кому нет. Да ради бога, мне все равно, кому я там интересна, неинтересна. Конечно, мало кому интересен человек, который просто живет и кайфует от жизни, и парится вообще. И, конечно, интересно, когда я сижу, плачу, говорю о том, что я полшу в дерьме, в долгах, о том, какие все суки, козлы, какая я бедная, несчастная. Всегда людям было интересно смотреть на драмы, слезы, истерики, скандалы. Это было, есть и будет всегда. Поэтому мне вообще все равно. Я не гонюсь за количеством людей. Мне больше важно качество людей. Для нашей серии это коронавирус. Вот, поэтому мне эти люди, которые есть в эфире, которые есть у меня в директ, которые пишут ежедневно, доставляют гораздо больше удовольствия, дают гораздо больше энергии, счастья, чем люди, толпа людей, которые хейтят, которые пишут, ты идиотка, когда ты перестанешь плакать, да ты ему не нужна, посмотри на себя. Не нужны, и слава богу, что их здесь нет. Не плачь, дорогая, о чем мне плакать? Я не плачу, я абсолютно счастлива, мне плакать не из-за чего. У меня тоже есть корона на рысье. Не могу перелеснуть, потому что у меня руки. Коброва с хобби, кроме Мара. А, все, капец, как мне дышать? Смотри, подожди еще. Что совместить? Я сейчас попробую. Какое у вас хобби, кроме марафона и астрологии? У меня хобби – познание себя как личности, познание различных инструментов, которые помогают развиваться. Мне нравится техника аксесс-барс, различные медитации, аффирмации. Я люблю писать стихи, люблю писать песни, люблю писать аффирмации, люблю посещать различные тренинги. Вот сейчас только закончила обучение по эмоциональному интеллекту. Моё хобби – это жизнь, любить, наслаждаться жизнью, узнавать ее все больше и больше, узнавать своих близких, узнавать себя и кайфовать. Это и есть моё хобби. Почему Артем так неуважительно к вам относится? Кто Артем? И что с ума сошли? Кто-кто, мой сын очень сильно уважительно ко мне относится, и, поверьте, и по сравнению с другими детьми, как они разговаривают с своими родителями, и как они себя ведут, он себе такого не позволяет. Не знаю, где вы увидели его неуважение ко мне. Привет от команды Бомбар. Здравствуйте, здравствуйте, давно не виделись. Я, к сожалению, не могу перериснуть вопросы, поэтому буду читать, которые вот тут у меня сверкают. Приколь, будут ли встречи с подписчиками либо какие-то мероприятия, челленджи? Ну, сейчас потеплеет, возможно, будет. И мне такое хобби по душе? Конечно. Хобби – это то занятие, что приносит вам душевный комфорт и кайф. Викуша, привет по совету нумеролога. Я ее скидывала вчера, нумеролог Юлия. Постоянно делюсь. Следите за сториз. Там вся информация, где покупали джинсовый костюм, юбка и джинсовка. Тоже постоянно делюсь. Байборщ – мой любимый магазин. Оттуда джинсовая куртка, юбка и джинсовка. Отвалились ненужные люди, да. Викуль стоит прощать мужчину, если он изменил. Я не могу вам сказать, стоит его прощать или не стоит, но точно могу сказать, что нужно проанализировать ситуацию, почему он изменил, после чего это произошло. Заглянуть внутрь себя и задать себе этот вопрос. Стоит ли его прощать или нет. И какой ответ вы первым услышите в своей голове, до того, как этот ответ перебьет ваш разум, тот ответ и будет самым верным. Поэтому, знаете, спрашивать такие вещи у постороннего человека и менять свою судьбу я не советую. Загляни в директ. Конечно, конечно, я загляну. Загляну, загляну. Привет, Вика, наш команда Бомбар. Приветик, приветик. Рад вас видеть. Люблю ваши вкусняшки. Вчера ел печеньку Бомбар вместо пряника. Вот. Поэтому, что касается измены, это только ваше решение. Не слушайте никаких совет подруг. Походу, опять пропадет звук, потому что мне кто-то позвонил.